По вопросам капитального ремонта? Да, совершенно верно. Да, у меня вот несколько вопросов. Ген, представьтесь, пожалуйста, и адрес назовите сразу. Так, адрес Советская 8, квартира 53, меня зовут Людина Максимовна. Я дорогая, именно дорогая, вернее, собственники жилья. Собственно, у меня муж, ну и я тоже, конечно. Вот правда, муж прибавил, и так вот у меня есть несколько вопросов. Вот именно. Если уж мы являемся таким дорогим собственниками жилья, нужно спросить, хотя бы проведено, ведь нам, наверное, должно быть все-таки общее собрание. Хоть мы что-то, какой-то договор, хоть какую-то бумажку должны подписать. Вот обязуемся платить. Мы вот, нам папа 78 лет, нам, может быть, 3 понедельника, а нам аж 10 лет определили за это. Вот это самое, как говорится, ведь мы же должны, наверное, все-таки что-то подписать, какой-то договор, что-то, вернее, чего-то, какие-то условия остались. Мы должны это все оплачивать. Лидия Максимовна, здравствуйте. Это вам отвечает Епифанова Олимпиада Ивановна, генеральный директор фонда капитального ремонта. Значит, платить за взносы, взносы на капитальный ремонт мы начали с декабря 2014 года, то есть по истечению 8 месяцев с момента принятия нашей республиканской программы, куда попали, куда включили наши многоквартирные дома на предстоящий капитальный ремонт. Перед лично мы вам договоры все отправляли по квартирам. Ничего мы не получали, никакие договоры. Вот, а потом, значит, закон изменить... Почему это вы личные договоры такие? Слушайте, пожалуйста. Почему бы не провести собрание? Почему бы не провести? Слушайте, пожалуйста. Почему бы, действительно, мы же никакой подписи никто не поставили? Я вам поясню. Вы мне эти вопросы озвучили, я услышала. Давайте, вы мне предоставите право ответить, да? Значит, первые 6 месяцев с момента принятия программы вы должны были, вам должна была администрация об этом сказать, что на собрании вы должны были определить, каким же образом вы будете накапливать средства на капремонт. На специальном счете вы будете накапливать или у оригинального оператора, в общем, котлет. Исходя из этого, уже идет накопление. Но, по-вашему, судя по тому, что вы говорите, что собрания никакого не было, за вас... Даже ничего никакой бумажки, даже мясо не подписывали. За вас, подождите. Если вы, например, платите из собственного кармана такие денежки. За вас приняло решение администрация города Новочебоксарск. Есть определенное постановление, который определяет вас в общий котел. То есть вы деньги накапливаете в общем котле. Соответственно, на каждую квартиру, на каждого человека, который является собственником в квартире основным, открывается лицевой счет, выставляются квитанции и собираются. То есть договор отдельно не требуется для этого сейчас по закону. Но первоначально мы вам договоры отправляли. Если хотите текстом договора ознакомиться, на нашем сайте есть. Вы интернетом пользоваться-то умеете? Да ладно, без интернета пойдемте. Ну и еще вы можете в администрации Новочебоксарск. Мы оставляли все эти договора. Вы можете пойти, если я, конечно, надеюсь, что не выкинули, конечно, экземпляром ознакомиться на бумажном носителе. Но если хотите, я вам могу по вашему адресу договор отправить. По вашему желанию. Так, еще у меня такой вопрос. Почему это все дома, все дома, встречаются под подол, а одну общую гребенку? Что можно сравнивать дома, которые, как говорится, в Юраковой, ну ладно. Что можно сравнить нашим околоткам, вот две, по советской двери или восемь. Вот у нас вот советская дверь. Дорога проходит не под окнами. Мы затыкаемся зловониями. У нас, видно, дом был ждан всегда с нарушением канализации. Не это там. Все время держим, вернее, дверь, все лет открытые, зимы там открытые. Вот, и спрашивается, что, ну, как можно сравнивать, две дома, да, и наши дома еще, как говорится. Тоже нет сравнения большого. Людима Михайловна. И еще хочу спросить, вернее, от возраста, кто там ничего не это самое. Вот нам по 78 лет, нам при вот два понедельника, я три понедельника осталось жить, а нам расписание на 10 лет. А это не абсурд такой? Абсурд? В этом деле я не понимаю нашу демократию уже. Людим Михайловна. Другое представление демократии глупое или еще? Людим Михайловна. Людим Михайловна. Это из газеты Грани, Галина Семеновна. Вы очень долго задерживаете. Ответы мы напишем обязательно в газете Грани, хорошо? Просто люди хотят позвонить. Еще один вопрос. Минуточку. Хорошо. Еще один вопрос. Что это, где? Где? Где?